МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бизнес – это величайшая игра в мире, если вы знаете, как в неё играть. Говорят, у предпринимателей есть внутри какой-то пропеллер, который не даёт им постоянно сидеть, поддерживать статус-ход, сидеть на одном месте. И как раз-таки бизнес – это асфера, где ты можешь этот пропеллер на максимуме включить и максимально реализовывать себя. Адиль Игимвердиев, 24 года. Окончил университет «Синергия», владелец образовательного центра. Молодые и амбициозные всегда найдут свою дорогу в жизни. Успехи в учёбе, целеустремлённость и опыт работы в сфере образования помогли Адилю открыть собственное дело. Вместе с братом они помогают школьникам добиться лучших результатов на ЕНТ. Сейчас мы находимся в головном офисе нашего образовательного центра, где ребята получают знания. Сейчас у нас уже больше 600 учеников, которые стремительно идут к своей цели успешно сдать ЕНТ и поступить на грант Казахстана. Желание заняться бизнесом у Адиля проснулось ещё в детстве. В школе он зарабатывал на продаже компакт-дисков с играми и фильмами. В школе также, я помню, я занимался продажей шпаргалок для ЕНТ. То есть это уже более прибыльный бизнес был. По тем временам это ощутимые деньги были. Помню, около 30 или 40 тысяч деньги можно было заработать за сезон. Я 10-й, 11-й класс занимался как раз такой деятельностью. Впрочем, дополнительный заработок учёбе никак не мешал. Адиль показывал отличные результаты в школе. Побеждал на олимпиадах по биологии и математике. Набрал высокий балл на ЕНТ. Это помогло ему поступить сразу в два университета. Это Асфиньярова, медицинский университет в Алматы. И поступил в Назарбаев университет, тоже на факультет медицины, школу медицины. Но я ушёл с третьего курса. Я перевёлся в другой вуз и уже закончил заочно. Потому что понял, что в какой-то степени я не желаю развиваться в медицине. То есть не хочу работать медработником, врачом и так далее. И уже в университете проявлялись какие-то организационные способности, уже предпринимательские данные. Я понял, что нужно идти в эту сферу. Поступив на заочное отделение, Адиль решил совмещать учёбу и работу. Устроился менеджером по продажам и приобрёл не только опыт, но и первый капитал. Вместе с братом они открыли сначала компьютерный клуб, а затем образовательный центр. Я сам готовил ребят тоже. КНТ, книж, КТЛ, КАЛЦУ по английскому языку. И я понял, что в городе есть очень большой спрос. Почему? Потому что клиентов постоянно очень много было. И я постоянно общался с родителями, они всегда говорили, жаловались на преподавателей. Я понял, что есть такая серьёзная проблема, и она будет в целом в Казахстане. В ближайшее время даже она будет очень сильно развиваться. То есть в плане системы образования, нехватка ценных кадров, ценных преподавателей, соответственно, ценных знаний. Я понял, что нам нужно в этом направлении двигаться. В нынешние времена образовательный бизнес считается весьма доходным. И это происходит благодаря некоторым преимуществам. Большая рентабельность приблизительно 35%. Скорая окупаемость от 6 до 1 года. Невысокие стартовые инвестиции. Возможные вложения 2 миллиона тенге. Для небольшого учебного заведения обычно средний оборот в месяц приблизительно составляет 1,5 миллиона тенге. Успехи в продажах и опыт в репетиторстве показали, что в сфере образования можно построить прибыльный бизнес. Но молодым предпринимателям пришлось столкнуться со многими трудностями. Не хватало средств, знаний и навыков. Эта трудность как раз таки, да, вот то, что там постоянная нехватка денег в обороте, да, мы там около трех месяцев сидели, не могли в прибыль выйти нормально, да, то есть, ну, нехватка знаний была в какой-то степени в управлении, да. Но эти проблемы, они приводят к тому, что ты начинаешь просто с ними бороться, вот, соответственно, у тебя там десятикратная мотивация с этим проблемой бороться, потому что если ты, в принципе, ничего не будешь делать, ничего не будешь изучать, то ты и четвертый, и пятый, и шестой месяц будешь в минусе. Чтобы открыть образовательный центр, потребуется офис площадью примерно 200 квадратных метров, например, в бизнес-центре. Стоимость аренды составит около 150 тысяч тенге в месяц. Рекомендуем вариант долгосрочной аренды сроком на один год с последующей возможностью продления договора. При выборе места расположения обратите внимание на следующие факторы, учет которых положительно скажется на вашем бизнесе. Вход в бизнес-центр непосредственно со стороны главной проезжей части. Удобный подъезд к бизнес-центру и наличие парковки. Большое количество офисов, компаний, жилых домов в выбранном районе. Следующий важный элемент деятельности, от которой будет зависеть наполняемость обучающимися, преподавательский состав и учебная программа. Возможны два варианта. Разработка единой учебной программы исследования ей всеми преподавателями или наем квалифицированных специалистов со своей уже наработанной программой. Первый вариант, более затратный на начальном этапе, сулит в перспективе выигрыш в виде притока клиентов. Лучше, если курсы будут представлены в двух вариантах – дневные и вечерние. Образовательному центру не обойтись без рекламной кампании. На данный момент наиболее эффективной является реклама в интернете. На тематических порталах, на сайтах своего города, на форумах, в социальных сетях. Также обязательно надо создавать свой сайт, на страницах которого можно разместить не только контактные данные и учебные программы, но и стоимость курсов, список работодателей, а также информацию об акциях и скидках. Стоит помнить, что собственный сайт требует технической поддержки и продвижения в поисковых системах. В поисках мотивации Адиль вместе с братом и друзьями часто посещает тренинги, читает книги и активно занимается спортом. В тонусе его держит мысль, что необходимо ставить цели и их достигать. В этом году одна из целей – это внедрить несколько привычек в свою жизнь. И вот одна из этих привычек – это 90 минут спорта в день. Очень классная привычка – это бегать по утрам. Это очень классная практика, которая улучшает сердце, улучшает в своем состоянии здоровья, улучшает эмоциональное состояние. И в этой сфере я желаю развиваться дальше. Цель такая глобальная – это стать мастером спорта по легкой атлетике, вот именно бег по шоссе, по марафону, да, вот, и, соответственно, такие регалии уже в будущем получить. Адиль уже пробежал марафон 42 километра и не намерен останавливаться на достигнутом. Помимо спортивных достижений он поставил себе цель – 90 минут чтения каждый день. И успешно совмещает бизнес вместе с полезными увлечениями. Мы недавно приехали с тренинга Тони Робинса, он был в Сингапуре, мы там почти 12 дней были, там было несколько тренингов. Первый был – это по личностному развитию, как раз-таки это один из лучших спикеров вообще в мире, Тони Робинс проводил. Второе было – мышление миллионера, по методу тоже одного из лучших спикеров в мире, Харва Экера. Это из последних пробных тренингов, но также стабильно раз в год стараюсь посещать как минимум 2-3 тренинга. Важное достижение центра – это наличие собственных сканеров для проверки тестовых заданий. Ученики Академии могут бесплатно участвовать в пробных тестированиях и эмоционально готовиться к экзамену. Сегодня филиалы центра открыты в Астане и Ак-Тюби. В будущем же предприниматель планирует развивать онлайн-образование. Мы видим то, что более удобный способ – это будет онлайн-образование. То есть, когда тебе не надо из дома выходить или из офиса, скажем так, в большинстве случаев, наверное, из офиса, не надо выходить из какого-то помещения. Ты можешь зайти в портал, получить, соответственно, нужное видео, загрузить видео, просмотреть, выполнить домашнее задание там же и, соответственно, получать навыки наиболее доступны, наиболее удобным способом. Мы стартуем со своей ниши, подготовки к ЕНТ. В дальнейшем в планах есть уже заходить в другие ниши. Там навыки, там маркетинг, управление, лидерство, ораторское искусство и так далее. И полностью все это переводить в онлайн-образование, то есть видеоконтент, полезный видеоконтент. То есть, вот, скажем так, это моя мечта – создать такой портал, в котором люди будут развиваться и будут чувствовать себя счастливыми. Субтитры создавал DimaTorzok